Язык интеллектуалов В старину ибанские интеллектуалы обращались друг к другу со словами «дорогой», «милый», «уважаемый», «спасибо», «извольте», «будьте добры» и тому подобное. Современные интеллектуалы в этом отношении продвинулись далеко вперед. Они теперь обращаются друг к другу со словами «старик», «старый», «подонок», «говнюк», «пошел на», «вонючка», «мудак», «засранец», «пошел в жопу» и тому подобное. Один обнаглевший интеллектуал, перешедший улицу в знак протеста в неположенном месте, назвал стариком даже милиционера. Тот хотел было отпустить нарушителя на волю, взяв с него трешку, но, услышав слово «старик», понял, с кем имеет дело и доставил интеллектуала в участок, где ему влепили за сопротивление, посадили на 10 суток и прислали на работу бумагу, в коей черным по белому было написано, что он в пьяном виде хулиганил в общественном месте. В это время как раз началась всеебанская кампания против пьянства. Хотя интеллектуал вообще не пил и на работе об этом все знали, его уволили. Его статью о гипер-супер-энтра-брутто-нетто фазовом квазипространстве в полумертвых языках тут же выкинули из сборника, который должен был выйти в свет. Поскольку интеллектуал бросил тень и наложил пятно на здоровый коллектив, создали комиссию по проверке идейно-политического воспитания молодежи. Комиссия выявила недостатки, были приняты меры, оздоровившие обстановку. Но интеллектуалы урока не извлекли. Вот, к примеру, встретились два типичных интеллектуала А и Б. «Привет, старик», – говорит А. «Что же ты, вонючка, не позвонила?» «Не могла», – говорит Б. «Пришел этот говнюк С и полоскал мне мозги весь вечер. Этот засранец написал неплохую статью о новых левых. Кстати, ты не можешь достать пару билетов на ибанку?» «Ты что, рехнулась?», – говорит А. «Неужели ты эту мразь смотреть хочешь?» «Не мне», – говорит Б. «Я пока еще в своем уме. Итальянцы знакомые приехали». «Пошли их в жопу», – говорит А. «Не могу», – говорит Б. «Эти мудаки собираются переводить мою книжку». «Кстати, звонила Д. Просила долг вернуть. Ей на путевку нужно. Во Францию стерва едет». «За какие заслуги?» – спрашивает А. «Переспала с этим подонком Е», – говорит Б. «Устраиваются же сволочи», – говорит А. «Увидишь, скажи, и пусть идет на».